Всех приветствую на моем канале. Компания Audi показала новое поколение своей компактной модели Audi A3 Sedan. Новинка построена на модернизированной версии платформы MQB. По сравнению с предыдущим поколением, новая Audi A3 стала на 40 мм длиннее, на 20 мм шире и на 10 мм ниже. Колесная база автомобиля осталась без изменений, так же как и объем багажного отделения, который составляет 425 литров. Экстерьер автомобиля сохранил узнаваемый стиль своего предшественника, однако он стал гораздо более вычурным. Я бы даже сказал, что избыточным. Боковая линия кузова теперь содержит множество различных выштамповок. Автомобиль получил полностью светодиодную оптику во всех комплектациях. Передние фары обладают сложной формой и рисунком. Такие же сложные формы и отверстия в переднем бампере. Сзади новая Audi A3 изменилась меньше всего, однако и форма задних фонарей теперь стала обладать большим количеством изгибов, а рисунок фонарей получился куда более сложным. Вообще новая Audi A3 сохранила старую силовую структуру кузова, изменились лишь внешние панели. Тем не менее проработанная аэродинамика позволила снизить коэффициент аэродинамического сопротивления до 0,25. Внутри новая Audi A3 изменилась куда сильнее, чем снаружи. Теперь ее интерьер стал значительно визуально ближе к топовым моделям Audi. Взамен аналоговых шкал новый седан Audi A3 получил полностью цифровую виртуальную приборную панель диагональю 12,3 дюйма. Такая приборка поддерживает три режима отображения информации. Это виртуальные аналоговые круглые шкалы, полностью цифровой щиток и вариант отображения, когда большую часть экрана занимает карта навигации. Что радует, так это то, что нарисованные шкалы выглядят весьма симпатично, в отличие от некоторых конкурентов. Например, у BMW на виртуальном приборном щитке достаточно сложно что-то разобрать. За доплату предлагается проекционный дисплей, на котором будет дублироваться информация с приборной панели. В машине полагается современная мультимедийная система с экраном диагональю 10,1 дюйма. Она поддерживает современные сервисы Apple CarPlay и Android Auto. В отличие от того, как это делается по современной моде, экран мультимедийной системы утоплен в переднюю панель, а не выполнен в форме планшета. Сам дизайн интерьера стал куда более современным. У него новые интересные расположенные сопла вентиляции. Выбор режимов работы трансмиссии производится с помощью флешки на центральном тоннеле. Что радует, что в отличие от соплатформенного Volkswagen Golf 8-го поколения, самые необходимые кнопки, вроде тех, что задействованы для управления климатической установкой, остались аналоговыми, а не сенсорными. Ведь сенсорными практически невозможно пользоваться вслепую. Здесь, как ни странно, Audi, являясь более премиальным автомобилем, осталась верна более классическим решением, в отличие от более доступного Golf. В силу абсолютно идентичной колесной базы по пространству салона, новая A3 ничем не отличается от своей предшественницы. Однако, чуть увеличилось пространство над головой у переднего пассажира и водителя за счет установленных на более низком уровне сидений. В плане техники новая Audi A3 практически не изменилась. Как и прежде, она оснащается передней и задней независимыми подвесками для машин с мотором 150 и более лошадиных сил. Для более слабых версий предусмотрена задняя полузависимая балка. На начальном этапе для Audi A3 будет предложено два мотора, один бензиновый и один дизельный. Бензиновый двигатель объемом 1,5 литра выдает 150 лошадиных сил. Он может сочетаться с роботизированной 7-ступенчатой коробкой передач, либо с механической 6-ступенчатой коробкой. Такая машина может быть мягким гибридом. В дополнение к бензиновому мотору она будет оснащена 48-вольтовым стартер-генератором, выдающим 50 Нм. Он помогает при трогании, работает в рамках системы Start-Stop и позволяет экономить до полулитра бензина на 100 км. Дизельная модификация представлена двухлитровым мотором двух вариантах форсировки 116 и 150 лошадиных сил. Она также может оснащаться 6-ступенчатой механикой или 7-диапазонным роботом с двумя мокрыми сцеплениями. В России продажа новой Audi A3 должна начаться в конце года и к нам попадет с другим мотором, старым 1.4, выдающим все те же 150 лошадиных сил. Однако он будет менее требователь к качеству топлива и менее экологичен. В будущем на A3 появится двухлитровый турбомотор мощностью 190 и 220 лошадиных сил. Такие машины будут доступны уже не только переднеприводом, но и полноприводном исполнении. В дальнейшем ожидается и появление заряженных S3 и RS3. Стоимость новинки на рынке России будет начинаться приблизительно от 2 миллионов рублей за базовую комплектацию. Хорошо на фаршированные версии со 150-сильным турбомотором будет выходить в 3 миллиона, а ожидаемые заряженные модификации в 5-6. В любом случае, как обычно, новая Audi A3 будет несколько дешевле своих премьевых конкурентов Mercedes A-класса и BMW 1-й серии. Кроме того, дилеры Audi в большинстве случаев предоставляют на свои машины хорошие скидки. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам новая Audi A3 и собираетесь ли вы купить себе подобный автомобиль. Также прошу вас поддержать меня, поставив этому видео лайк и подписавшись на мой канал. Ведь только ваша поддержка позволяет не уделять время созданию подобного контента. На этом у меня все. Огромное вам спасибо за просмотр. Удачи и пока. Продолжение следует...